Здравствуйте! Мы продолжаем обсуждать двумерные поверхности или что то же самое двумерное многообразие. Давайте коротко напомню, что уже было доказано. Значит, для описания или составления списка двумерных поверхностей был такой язык использован, склейка поверхностей из многоугольников, где я просто рисую какой-то пример. На сторонах многоугольника стоят буквы и стороны помечены стрелкой какой-то, ну и надо склеить соответствующие стороны так, чтобы стрелки совпали. Ну или что то же самое, можно вместо этой картинки выписывать слово, начиная с какой-то вершины и идя по границам многоугольника. Значит, тут А, Б, С-1, С-1, Б, А. Ну, опять же, это просто пример. В общем, вот такой язык. Ну, и на этом языке была доказана теорема классификации. Теорема. Не буду писать формулировку, напомню просто список, из чего состоял. Значит, утверждается, что любая двумерная поверхность ганоморфно поверхность, склеенная из многоугольника, по одному из следующих слов. Либо вот такое слово, такая исключительная поверхность, которая на самом деле является двумерной сферой, либо две серии еще было в этом списке. Вот. Либо такая, либо вот такая вот. А, 1, 1 и так далее. А, М, Т, А, М, Т. Вот. Значит, была, вот эта теорема была доказана, что любая поверхность ганоморфно одной из этого списка. И дальше стали обсуждать вопрос о том, чем различаются поверхности из этого списка, ну и вообще, нет ли там повторяющихся. И первое, что было вот определено для двумерной поверхности, это Эйлеровая характеристика, некое число, которое ставится в соответствии компактной, связанной двумерной поверхности, а мы вот именно такие поверхности классифицировали. Ну и определялась она так, что надо задать какую-то треангуляцию, то есть разбить поверхность на треугольничке ну как-то там, произвольным образом. Утверждается, что от способа разбиения ничего не зависит. Ну и дальше подсчитать число вершин, ну эти здесь, подсчитать число вершин треангуляции, число ребер и число самих треугольничков. Ну вот, вот такое число, называлось Эйлеровая характеристикой. Мы его подсчитали для каждой поверхности из этого списка. Здесь получилось 2 минус 2n, а здесь получилось, ну вот Эйлеровая характеристика равна, а здесь получилось 2 минус m. Ну, здесь просто двойка. Ну и собственно вот на этом предыдущая лекция закончилась. Видно из этого подсчета, что поверхности в каждой из этих серий, они действительно отличаются вот этим числом, то есть число у них разное. При разных n получаем разное число, здесь тоже при разных n получаем разное число. Ну и двойка получается только для этой поверхности. Ну а поскольку Эйлеровая характеристика это такой топологический вариант, теорема была без доказательства, что она вот корректно определена, не зависит от треугуляции, ну в общем, если это так, то это некая действительно характеристика поверхности. Для гомеоморфных поверхностей, разумеется, она должна быть одинаковая. Получается, что в каждой из серий поверхности разные, но также видно, что при подходящем выборе m и n для поверхностей из разных серий эти характеристики могут совпадать. Например, для n равно 1, и для m равно 2, эта характеристика будет равна 0. Вот. Ну, и собственно, вот теперь я напомнил, что было раньше, продолжим. Значит, нужна еще одна характеристика, некое свойство поверхности, которое называется ориентируемостью. Вот. Ну, используя треугуляцию, можно эту характеристику, это свойство поверхности определить следующим образом. давайте мы на каждом треугольнике будем выбирать некоторую ориентацию, то есть, проще говоря, просто направление обхода его границы. Можно так условно изобразить, что мы выбираем направление обхода на треугольнике, либо там вот в одном направлении, либо в другом направлении. Ну, или что-то то же самое, можно задать порядок вершин, неважно. В общем, мы ориентируем каждый треугольничек треугуляции со следующим условием. Если треугольники имеют общую сторону, то направление обхода, индуцированное обходом границы треугольника на этой стороне, вот из двух треугольников на этой стороне, должно быть разным. то есть, если обход границы этого треугольника задает на вот этой стороне, на этой направлении в эту сторону, то обход границы на соседнем треугольнике должно задавать направление в противоположную сторону. Ну вот, будем называть такие треугольники согласованно ориентированными. согласованно ориентация треугольников. Ну, напишу треугольников в треангуляции. Напомню, что как раз я уже здесь на примере так и нарисовал, что треангуляция это разбиение поверхностных треугольников не произвольным образом, а так, чтобы они пересекались либо по ребру, либо по вершине, либо не пересекались. Ну вот, то есть, ситуация должна быть ровно такая для треугольников, имеющих общую сторону. Вот. Ну и, собственно, теперь определение поверхности двумерного многообразия называется ориентируемым. ориентируемым. Если на треугольниках ее треангуляции можно ввести согласованную ориентацию. ориентацию ну вот согласованную вот в том смысле, в котором вы только что обсудили. Так, я написал, правда, не поверхность, а многообразие, поэтому надо написать и ее, а его. Ну, хорошо. Вот, я в общем, как синоним употребляю эти слова двумерное многообразие или двумерной поверхности. Ну, сразу, как и при определении лервой характеристики, вот, должен возникнуть вопрос после этого определения, оно будет неполным без следующего утверждения, которое я тоже оставлю без доказательства, что свойства поверхности скобочка опять напишу, там два многообразия быть там ориентируемым или неориентируемым, я не сказал, здесь многообразие называется ориентируемым, если можно вот вести такой согласованную ориентацию, соответственно, если нельзя вести такую согласованную ориентацию на треугольниках, то называется неориентируемым. Так вот, свойства поверхности быть ориентируемым или неориентируемым, не зависит от регуляции. В общем, как я уже сказал, как и при обосновании корректности определения альтеристики, здесь, естественно, нужно такое утверждение, иначе тут надо было бы говорить, что это не определение ориентируемости многообразия, а определение ориентируемости многообразия с данной тренингуляцией какого-то такого объекта. Но утверждается, что от того, как мы тренингулируем многообразие, результат не зависит, либо можно будет согласованно ориентировать треугольнички, либо нельзя. Ну давайте пример я приведу. Он немножко не укладывается в тот класс многообразия, который мы рассматриваем. Мы рассматриваем, говоря о классификации, двумерное многообразие компактные, связанные компактные. Ну и этого слова не звучало, как говорят, без границы. То есть, многообразие, то есть, у каждой точки есть окрестность скомиоморфная двумерному диску. Ну, тем не менее, я думаю, пример будет понятен. Вот это такая хорошо известная поверхность с краем, который называется лист мебиус. То есть, если мы возьмем ленточку и просто склеим ее края, но вот не так, чтобы получилось кольцо, а чтобы получилось, а наоборот, перекрутим на 180 градусов. Вот получается вот такая поверхность, мебиус, который называется лист мебиуса или лента мебиуса. Мебиуса по-разному называют. Вот. Ну и, как я уже сказал, вот давайте считаем, что действительно ленточка такая с границей. Я не буду подробно определять, что такое многообразие с краем или многообразие с границей. На самом деле, отличие от определения обычного многообразия только в том, что есть два типа точек. Есть точки, у которых существует окрестность гомеоморфная двумерному диску, а есть точки, у которых существует окрестность гомеоморфная, вот здесь нарисую, гомеоморфная такому полудиску. Ну, в общем, здесь просто хочется эффект пояснить на примере вот такой вот поверхности, ограниченной с краем. Вот сумеем мы, разбив ее на треугольничке, ориентировать их согласованно или не сумеем. В том же духе, как и мы описывали двумерные замкнутые, двумерные компактные связанные многообразия, можно и вот эту картинку тоже изобразить сначала, а потом, значит, задать, ну, изобразить по-другому, так сказать, проще, вот не как эту ленточку, помещенную в трехмерное пространство, а как просто ленточку саму по себе, у которой края вот эти вот склеены. Ну, и вот склейку, как мы и для таких поверхностей обозначали, точно так же, ну, задавали на картинке, можно задавать точно так же, то есть взять, пометить одинаковыми буквами те отрезки, которые надо склеить, ну, и стрелками указать, как эти отрезки склеиваются, одним образом или другим. Если бы я здесь стрелочку нависал в другую сторону, то после склейки получилось бы кольцо, а здесь после склейки получится как раз вот то, что назвали листом Мербиуса. Вот. Ну, отличие от тех поверхностей, которые мы рассматривали, наличие вот этого края, ну или иными словами, вот эти края ни с чем не склеиваем. Вот, для многоугольника там на всех сторонах должны стоять буквки так, чтобы после склейки вот таких точек, у которых окрестность полудиск не осталось. Так вот, тем не менее, давайте, ну, каким-то там образом разобьем на треугольнички эту поверхность, ну, как-то так, допустим. Ну, и дальше, если я буду выбирать, на каком треугольнике выберу направление обхода, допустим, то несложно понять, что дальше на соседних треугольниках направление обхода границы однозначно задается вот этим правилом того, что соседние треугольники, имеющие общую сторону, должны быть согласованно ориентированы. То есть, если здесь я выбрал такую ориентацию, то есть, задающую вот направление вот такой вот на этой стороне, то здесь я должен выбрать ориентацию на соседнем треугольнике так, чтобы на этой стороне задалось вот такое направление. Ну и так далее. То есть, вот здесь опять в эту сторону задается ориентация на этой стороне, значит, здесь будет вот так. Вот. Ну, иными словами, несложно понять, что если смотреть на эту ленточку, как вот ленточку нарисована на плоскости, то если один треугольник ориентировал так, что обход его границы совершается по часовой стрелке, то и для всех остальных треугольников тоже надо выбрать обход его границы по часовой стрелке. Вот. Так получилось выбрать согласованную ориентацию на треугольник или нет? Ну, на всех сторонах получилось, кроме, собственно, вот этой вот стороны. Это тоже сторона треугольника. Просто здесь мы как бы по ней разрезали Лесмебиус и нарисовали в таком виде. Давайте посмотрим на эту сторону, по которой мы склеиваем. Вот для этого треугольника, самого правого, обход его границы задает направление на вот этой стороне помеченной буквы А, совпадающее со стрелкой, да, и на самом левом треугольнике, стрелочка нарисована, на самом левом треугольнике направление обхода его границы задает на этом отрезке, это тот же самый отрезок после склейки, тоже совпадающее с направление в стрелке А. Ну, если бы мы выбрали на треугольнике изначально другую ориентацию, то получилось бы, что и на правом, и на левом треугольнике у нас направление обхода их границ задает на вот этом отрезке направление, не совпадающее со стрелкой помеченной буквы А, но все равно одинаковое. Вот. То есть, а это как раз означает, что вот эти правый и левый треугольник не согласованы вот в смысле вот этой стороны помеченной буквой А. Ну, и видно, что тут не было никакого произвола, мы просто начали с какого-то треугольника и однозначно получили, что невозможно согласованно ориентировать треугольники, ну, в частности, лисмебиус это такой стандартный простой пример неориентированного многообразия, ну, с краем неориентированного. Вот. Возвращаясь, это был просто пример, вот если мы посмотрим на общий случай, то не сложно понять, что будет происходить примерно то же самое, в том смысле, что начав с одного треугольника, мы однозначно ориентируем все остальные треугольники треангуляции, если поверхность связанная. Ну, действительно, если мы выбрали какое-то направление обхода на каком-то треугольнике, то для соседних с ним треугольников, то есть имеющих общую сторону с ним, однозначно сдается направление обхода их границы. Ну, раз здесь вот, значит, допустим, на этом ребре сдается вот такое направление движения, то здесь должно быть ориентация этого треугольника должна быть такой, чтобы сдавать на этой стороне противоположное направление. Ну, или опять же, если эта картинка нарисована на плоскости, вот как мы и делали, то есть многоугольник, брали плоский многоугольник, и из него потом склеивали поверхность. Вот если мы до склейки сторонного многоугольника, если нарисован на плоскости, то опять можно сказать, что если треугольник, его обход его границы совершается там по часовой стрелке, например, то у соседнего треугольника обход его границы тоже должен быть по часовой стрелке. Ну и дальше, переходя к остальным треугольникам, мы получаем, что однозначно мы в соответствии с этим правилом должны ориентировать так, чтобы обход их границ совершался в одном и том же направлении. В одном и том же направлении в смысле плоскости. На плоскости мы можем договориться, какой обход по часовой стрелке, какой против часовой стрелки. Тогда получится, что по всем сторонам, которые расположены внутри многоугольника, вот это условие согласованности выполнено. И останется проверить, как и здесь, в примере Шлифтона Меббелса было, согласована ли ориентация треугольников по сторонам, которые получаются склейкой, заданной этим словом. Ну, вот тут, например, вот есть две стороны, помеченные одной и той же буквой Б. Ну, вот можно посмотреть, что здесь получается. Значит, здесь вот такое направление обхода границы вот этого многоугольника, оно на стороне задает направление, совпадающее со стрелкой, помеченной буквой Б. Здесь тоже совпадает со стрелкой, помеченной буквой Б. Значит, вот эти два треугольника не согласованно ориентированы. То есть, на самом деле, они здесь на картинке далеко расположены, а тут вот как бы рядом. Но после склейки они будут как раз иметь общую сторону. Ну и стало быть, вот этот пример, который я здесь нарисовал, это не ориентированная поверхность. Ну и, в общем, несложно понять даже вообще, как бы не проводя этот процесс задания ориентации на каждом треугольнике, что в конце будет препятствовать или не препятствовать тому, чтобы все треугольники были согласованно ориентированы. Вот, допустим, если я, так, где у меня там, а, у меня так получилось здесь, что все одинаково. Ну давайте на одной из, на одной, так, здесь нехорошо, они рядом. Ну, в общем, понятно, что если я поменял бы, вот здесь, допустим, да, если бы я поменял направление одной из стрелочек, вот где-то там появилось бы B в минус первой, то тогда, наоборот, эти треугольники были бы согласованно ориентированы по стороне помеченной буквой B. Вот, то есть, получится у нас согласованно ориентирован треугольник или не получится, можно понять сразу, глядя просто на слово. Ну, а именно, если у нас все буквы одинаковые встречаются, ну, как бы в одинаковых степенях, вот А и А, или там С минус первой, нехорошо, наоборот, если есть хотя бы пара букв, которые встречаются в одинаковых степенях, вот, например, А и А, или С минус первой, С минус первой, то не получится. А если все буквы встречаются вот такими парами, что одна буква как бы B, а другая B минус первой, то это как раз хороший случай, вот, и тогда мы, задав направление обхода каждого границ каждого треугольника, например, там, по часовой стрелке, получим согласованную ориентацию всех треугольников треугуляции. Ну, в общем, вывод какой? Глядя на эти серии, видно, что они ровно этим и отличаются. Что вот в этой серии, вот в первой, ну, это как бы не серия, это отдельное многообразие, две серии. Вот в этой серии, значит, все многообразие ориентируемое, ну, потому что, действительно, здесь как раз вот достаточно всего одной пары одинаковых букв, ну, тут они все такие, ну, а здесь вот как раз все хорошо, здесь каждая пара одинаковых букв входит как бы в разных степенях. Вот. Ну, и, значит, две вещи мы получили, значит, ну, во-первых, описали, как бы, общий метод, как, глядя на слово, понять, ориентированную поверхность задается этим словом или неориентированная. Если есть пара букв там в разных местах, может быть, расположенных, вот там где-то вот А и А, или там А в минус первой, А в минус первой, тогда поверхность точно неориентированная. А если все буквы входят парами так, что вот один раз она как бы без минус единички, а второй раз с минус единичкой, то поверхность ориентированная. Это раз. А второе, мы поняли, что все-таки в этом списке, который был в теореме классификации, все поверхности различные, ну, потому что, значит, вот внутри серии они различаются эллировой характеристикой, а серии отличаются тем, что первая серия состоит из ориентированных многообразий, а вторая серия из неориентированных многообразий. Вот. Ну, можно еще пару замечаний сделать, я их, может быть, сейчас в качестве задачи оставлю. Во-первых, вот тут такой пример обсуждался Лист Меббелса. Несложно понять, что здесь, ну, перерисую картинку, допустим. Ну, допустим, вот прямо вот еще раз точно такой же шестиугольник. А, А, Б, ну, как я уже изменил, пусть здесь Б, вот в эту сторону, С, С. Вот. Несложно понять, что если у нас есть две какие-то стороны, помеченные одинаковыми буквами, ну, так, что стрелки на этих сторонах направлены в одну и ту же сторону, в смысле направления обхода границы многоугольника, то я могу из, вот, из этой поверхности вырезать Лист Меббелса. Вот возьму средние точки отрезка, так, соединю их какой-то кривой. Ну, тут не важно, что эти стороны оказались рядом, они могли быть далеко, это не важно. Вот. И вот просто рассмотрю вот такую вот ленточку. Вот. Вот эта ленточка, она расположена в поверхности, и края у нее склеиваются. Причем, ну, так, если я смотрю какую-нибудь вот такую вот ленточку, рассмотрю середину сторон Б, то у нее края тоже склеиваются, но при склейке краев вот этой ленточки, значит, получится кольцо, а при склейке краев вот этой ленточки получится как раз Лист Меббелса. Ну, и как раз это сдается ровно тем, что вот если Б встречается в слове в виде Б и Б минус первый, и поэтому такая ленточка дает кольцо, а А встречается дважды вот в виде А и А. Значит, вот поэтому там, ну, несложно увидеть, что как раз получается Лист Меббелса. То есть, если поверхность неориентируема, то в ней вот есть Лист Меббелса. Ну, вот, поскольку Лист Меббелса неориентируем, то, в общем, так, естественно, предположить, что если поверхность содержит Лист Меббелс, то она неориентируема. Ну, в общем-то, более-менее понятно, но тем не менее, давайте я зафиксирую как задачу для обдумывания. Значит, в двумерном случае, значит, или, там, для двумерных многообразий. Многообразие. М, ну, верно, следующее. То есть, М ориентируема. Ну, или давайте лучше напишем неориентируема. В общем, все равно, я хотел некий, некое эквивалентное условие написать. Значит, М неориентируема тогда и только тогда, когда М содержит Лист Меббелса. Ну, или наоборот, ММ ориентируема тогда и только тогда, когда он не содержит Лист Меббелса. Ну, вот, всего этой задачки, в принципе, можно, это было бы из-за определения, в двумерном случае, по крайней мере, принять из-за определения ориентируемости многообразия. Значит, если есть Лист Меббелса, значит, неориентируема. Если нет Лист Меббелса, то ориентируема. Вот, это про ориентируемость. Ну, и я сказал, там, две задачки. Значит, вторую задачку, вот какую могу сформулировать. Мы обсудили определение Лепп-фактилистики через тренингуляцию, как подсчитать. Значит, вот, то есть, надо подсчитать число вершин тренингуляции, число ребер тренингуляции, число треугольничков. Вот формула. Но иногда, в общем, ну, скажем так, чтобы построить тренингуляцию поверхности, надо разбить ее на довольно большое количество треугольников. И, в общем, реально, так сказать, подсчитывать количество получивших треугольников с вершин и прочего, это, может быть, долго, можно поступить проще. Так, давайте, по-сотруджу. Оказывается, что необязательно разбивать на треугольники, хотя само понятие тренингуляции, оно полезно во многих разных, во многих других вещах. Но именно для подсчета или характеристики можно так поступить. Так вот, пусть в М, ну, в двумерном многообразии содержится граф, ну, там расположен граф. Ж какой-то, который разбивает вот эту нашу поверхность на области гомеоморфное двумерному диску. Ну, двумерным диску. Ну, так, не знаю, и так, и так, в общем. Двумерному диску. Ну, диску, кругу, шару, тоже синонимы. Вот. Ну, вот какая-то условная картинка такая вот. Вот есть поверхность. Вот как-то там этот граф. Так, как-то нехорошо получилось. Ну, в общем, как-то там идет, допустим, вот так, там с той стороны сюда. Ну, я не буду так дорисовывать. Вот, в общем, вот, допустим, есть такой граф, который, так, здесь тоже как-то получилось непонятно. Ну, как-то там. Вот есть некий граф, который, важное условие, чтобы вот, когда мы его выбросим из поверхности, что означает разбивать на области гомеоморфный диск, гомеоморфный диск, что если я выброшу этот граф из поверхности, то вот все распадется на компоненты. Ну, вот требуется, чтобы каждая компонента была гомеоморфной двумерному диску. Тогда утверждается, что вот Эйлеровая характеристика этой поверхности может быть подсчитана, ну, по той же формуле, на самом деле, но где v, давайте здесь напишу прямо, v количество вершин, графа g, это количество рёбер, графа g, ну, а это количество компонент, ну, вот, собственно, вот этого множества. То есть количество компонент, которое получится после выбрасывания графа из поверхности, ну, или вот количество вот этих самых дисков, на которые граф разбивается поверхность. Ну, то есть, в общем, видно, что в частном случае, как бы, вот эта вот задача, я оставлю без доказательства, в частном случае, мы, конечно же, можем рассматривать и саму треугуляцию, как некий граф, то есть, когда у нас заданная треугуляция, вершины её можно рассматривать как вершины графа, рёбра как рёбра графа, ну, и треугольники, как вот те самые области, которые действительно гомеоморфный диск, каждый треугольник гомеоморфен двумерному диску. Но можно и не разбивать вот так мелко, а можно всего это утверждение разбивать на более крупные части, но то, что поверхность должна быть гомеоморфной, каждая область должна быть гомеоморфной диску, это важно. Ну, давайте какой-нибудь пример тоже нарисую. Значит, пример. Напомню, как мы склеивали тор. Тор мы склеивали из квадратика. Вот. Ну, и если как бы изобразить вот то, что получится после склейки, уже в виде такой действительно двумерной поверхности в трёхмерном пространстве, то следы склеек дадут нам как раз две вот такие линии, ну, вот одна помечена буквой А, другая буквой Б. Ну, то есть, вот если я квадрат склею по сторонам, вот по этой, по этой, то получил вот такую поверхность, на которой две вот такие кривые. Ну, вот на самом деле, что можно взять в качестве графа, вот удовлетворяющего условиям задачи? Ну, собственно, вот этот граф, образованный границей, ну, или сторонами вот этого многоугольника. Действительно, после выбрасывания этого графа у нас останется сам многоугольник. Это и есть область гомеоморфной диску. Ну, и тогда у нас в данном примере число вершин будет, ну, давайте почитаем, число вершин будет равно чему? Значит, это не число вершин на этой картинке, это число вершин после склейки. Но здесь несложно понять, что все вершины склеиваются в одну, но, собственно, код, вот слово для вот этого многообразия, оно выглядит вот так, это, как бы, многообразие из вот этой серии при n равном единичке. Мы так и строили там эти слова, чтобы все вершины склеивались в одну. Ну, и видно, что действительно, и на этой картинке, собственно, видно, что получилась одна вершина. То есть вершина у этого графа, который получится на поверхности, будет одна. Ребер будет сколько? Ну, тут опять же на картинке видно, что их два, вот раз и два. Ну, и по этой картинке можно понять, сколько ребер, потому что, так сказать, было четыре стороны, они попарно склеили, значит, стало в два раза меньше. Ну, а область одна, ну, или характеристика равна 1-2 плюс 1, то есть равна нулю. Как и получалось, и по этой формуле, при n равном единичке, получался ноль, естественно. Вот. Если же я возьму, ну, какой-нибудь, я не знаю, тот же самый граф, например, но вложенный как-то вот так в поверхность, то есть одна вершина, два ребра, то областей будет раз, два, три, ну, и ответ будет неправильный, в общем, ну, потому что не выполнено условие, что эти области гомеоморфный диск. Вот тут две области будут гомеоморфный диск, а третья область не будет гомеоморфным диском. Ну, или, если вот так как-то нарисовать, даже, ну, не знаю, что-нибудь вот такое, этот граф, тоже, значит, областей будет не одна, больше. Вот. Ну, скажу пару слов, как это можно доказывать на самом деле. На самом деле, конечно же, достаточно доказать какую-то такую лему, чтобы понять, что это задержание верно, что, так, не получилось здесь, да, вот, что есть ли у нас, есть какой-то диск, и мы, ну, или область гомеоморфного диска, и мы потом подразбили вот эту вот область на треугольнике, то, вот, то, что получилось, можно рассматривать как плоский граф, и у него число вершин минус число ребер плюс число треугольников, вот это количество треугольников, будет равно, ну, будет равно единице, потому что по формуле Эйлер для плоского графа должно получиться два, но есть еще внешняя область, поэтому вот здесь будет единичка. Ну, а если мы его не разбивали, то, как бы число вершин на границе, минус число ребер на границе, плюс вот эта единственная область, которая была не разбита еще, тоже будет давать единицу, ну, вот, собственно, это ключевое соображение, чтобы понять, что при разбиении на треугольничке этих дисков, то есть, чтобы получить треугуляцию и прийти к исходному определению характеристики, мы, вот, если будем следить за этим числом, то оно, собственно, не будет меняться, фактически, ну, и поэтому будет верно то, что написано. Вот. Ну, и так, в принципе, вот теперь уже, теперь вот с полным основанием уже можно сказать, что это действительно теорема классификации, потому что обычно все-таки, ну, если мы говорим о списке какого-нибудь поверхностей, то хочется, чтобы этот список был без повторений, вот это мы теперь выяснили, что есть вот такой список двумерных компактных связанных поверхностей. Ну, и в заключении этой темы я хочу, ну, можно сказать, переформулировать эту теорему или сформулировать ее в несколько других терминах и ввести одно понятие, некую операцию. С помощью этой операции мы тоже можем описать все двумерные поверхности, ну, то есть, как бы, просто записать этот список еще и на другом языке. Значит, операция следующая. Ну, я в этой теме много чего оставлял без доказательства, это было четко написано, здесь тоже сейчас корректность определения этой операции я аккуратно проверять не буду, но саму операцию опишу. Значит, так пусть М1 и М2 компактное связанное двумерное многообразие. Ну, такие, как мы классифицировали. Многообразие. вот, и мы из них хотим построить новое многообразие. Ну, сначала картинку просто нарисую. Значит, М1, М2, выберем здесь многообразие М1 какой-то маленький диск. Ну, маленький это условно, просто для того, чтобы картинку рисовать. и многообразие М2 тоже какой-то вот такой диск. То есть, такую простую замкнутую кривую, ограничивающую область гомеоморфа двумерного диска и здесь точно так же. И теперь склеим, да, вырежем эти диски, вырежем эти диски и получившиеся окружности, граничные для М1 и М2, просто склеим по какому-то гомеоморфизму. То есть, вот это вот условно нарисовано, что здесь вот я беру и просто их отождествляю. Ну, мы обсуждали, что такое там фактор топологии, то есть, можно это более формально описать как множество классов эквивалентности, когда мы там в каждой точке фиксируем некоторый гомеоморфизм из этой окружности в эту окружность и точки, соответствующие друг другу при этом гомеоморфизме, будем считать эквивалентными, но вот после этого вводим фактор топологии и так далее. Ну, вот этот процесс мы обычно называли склейкой, собственно, как и склейку границы многоугольника. Вот. Вот получится некоторое новое многообразие M, которое обозначается как M1, такой значок M2, и называется она связанная сумма многообразие M1 и M2. M2. тут для аккуратности много чего надо проверять. Во-первых, почему получится двумерное многообразие. Я вот несколько пунктов сейчас перечислю, они, может, не очень сложные, но, то есть, какие-то не очень сложные, какие-то посложнее, но надо понять, что действительно после такой вот склейки у каждой точки все равно будет окрестность к миоморфной двумерному диску, то есть M будет действительно двумерным многообразием. Ну, понятно, что с остальными точками как бы ничего не произошло, у них как была окрестность к миоморфной диску, так и осталась. Ну, а здесь как раз происходит именно то, что я, ну, давайте покрупнее нарисую, то, что я раньше уже описывал, что вот если у нас эта точка склеивается с этой, то многообразие у нас здесь расположено, эта дырка, и здесь тоже вот. Вот. То вот эта точка и эта они склеились, у этой точки была здесь окрестность гомеоморфная такому полудиску, у этой точки такая тоже окрестность гомеоморфная тоже полудиску, но после склейки как раз у точки, получившейся отождествлением этих точек, ну, и на самом деле вот этих всех точек тоже мы все склеиваем, вот этот отрезок склеиваем фактически с этим, получится как раз у каждой точки окрестность гомеоморфная обычно двумерному диску, то есть действительно получится какое-то двумерное многообразия. Это раз. Второе, что надо проверять, конечно, что эта операция корректно определена, потому что при ее описании, понятное дело, был какой-то произвол, я сказал, выберем какой-то диск в одном многообразии, какой-то диск в другом. Могли выбрать в другом месте этот диск, склеить вот после вырезания вот этого диска, склеить вот этот диск, ну, границу этого диска с этим, вообще говоря, какой-то другой процесс. Так вот, утверждается, что результат все равно будет гомеоморфен. То есть, мы можем одним способом склеить многообразие, вырезав дырки в одних местах, можем вырезать дырки в других местах, склеить, получится как бы другое многообразие, какой-то м штрих. Ну, вот утверждается, что м и м штрих будут гомеоморфны. Давайте я это сформулирую. Сформулирую это в виде утверждения тоже, что операция связанной суммы суммы корректно определена. Ну, то есть, результат Вот результат, вот результат, это вот полученное многообразие М, не зависит Опять же, как-то напишу в скобочке, не зависит, в том смысле, что с точностью такого меморфизма. То есть, результаты будут гомеоморфны. Ну, вот от двух вещей, одну я уже фактически описал, не от выбора выбора вырезаемых дисков дисков не от так напишу ориентации граничных ну, лучше, чтобы сказать, от выбора не от выбора ориентации граничных окружностей задающей может быть, даже ориентации граничных окружностей задающих склейку ну, поясню второе первый момент мне кажется, я уже пояснил, что, значит диск можно вырезать в разных местах но, дальше значит, смотрите что означает склеить вот я уже несколько раз проговорил что-то надо выбрать какой-то гомеоморфизм вот этой окружности полученной после вырезания этого диска на эту окружность ну, вообще говоря тут, может быть правильнее было даже написать не зависит от выбора этого самого гомеоморфизма но я вот хочу отметить существенный самый момент на самом деле как бы есть ну гомеоморфизм мог быть разный но существенно разными являются следующие мы можем выбрать ориентацию на одну окружность скажем, вот такую на другую вот такую и склеить эти граничные окружности так, чтобы направления совпали а можем ну, выбрав так же ориентацию склеить эти окружности так чтобы направления были противоположными вот то есть ну, это как существенно различный выбор способа склейки но вот оказывается что, тем не менее результат все равно будет один и тот же то есть полученное многообразие М будет всегда гомеоморфно одному и тому же многообразию то есть в этом смысле операция корректно определена ну можно даже здесь отметить еще все-таки то, что я уже сказал не от выбора ориентации граничных окружностей ну, как бы а так же а так же от выбора гомеоморфизма между ними ну, в общем я мог бы здесь и не расписывать подробно мог бы остановиться собственно вот где-то вот вот здесь что операция связанная сумма корректно определена и все то есть утверждается что этот процесс который я описал не зависит от всех тех вещей которые мы там по ходу выполнения действий описанных вот в этой операции произвольно выбираем выбрали диски выбрали направление выбрали гомеоморфизм либо соединяющий ну, либо такой, чтобы стрелочки совпали либо такой, чтобы они были предположены в общем от всего этого результат не зависит получается одно и то же многообразие но отмечу, что если вот ну, то есть вот в чем мысль такая уже без подробных комментариев мы говорим только про двумерные многообразия аналогичным образом можно рассматривать конечно же там нмерные многообразия определение точно такое же что у каждой точки должна быть окрестность гомеоморфная диску только если там укажут точки окрестность гомеоморфная нмерному диску то получается определение нмерного многообразия вот к сожалению для многомерных многообразий никакой подобной теоремы в которой приводится просто список как бы всех нмерных многообразий не существует даже уже для размерности 3 это в некотором смысле даже невозможно вот но операцию связанной суммы определить можно примерно так же то есть мы берем вырезаем два нмерных диска из нмерных многообразий и по получившимся граничным сферам именно с одинмерным склеиваем получившееся многообразие уже с границей ну то есть вот если понимать склейку правильно что это просто выбор некоторого гомиоморфизма между получившимися границами то в общем определение точно такое же так вот в многомерном случае ну уже начиная с размерности ну пока в трехмерном например случае если мы выберем в общем многомерном случае результат вот этой склейки многообразий то есть взятие связанной суммы для двух многомерных многообразий не будет зависеть от выбора вырезаемых дисков и вот в некотором смысле от гомиоморфизма но вот сохраняющим ориентацию сохраняющим или меняющим ориентацию на вот этих самых граничных сферах ну в общем я хочу сказать что в двумерном случае это просто некое везение как бы что вот так получилось что мы можем склеить две граничные окружности вот так а можем склеить наоборот получается одно и то же многообразие вот в других размерностях это уже не так поэтому давайте я сформулирую это как задачку и вот можно считать что то что я перед этим сказал это просто комментарий к тому что при ее решение нужно существенно использовать что это двумерное многообразие ну или теорема квалификации например вот они как не пользуются каким-то общим рассуждением которые в многомерном случае неверны но можно так соболевать что пусть у нас есть двумерное многообразие и мы взяли вот какой-то двумерный диск в нем здесь какие-то там значит ну как-то он там выглядит вот взяли вырезали двумерный диск тогда тогда существует задача существует вот вот такой гомеоморфизм это многообразие с вырезанным диском на себя который как-то отображает все точки там вот а граничную окружность отображает в себя но меняет на ней ориентацию меняющую ориентацию ориентацию на граничной окружности диска ну поясню что имеется ввиду просто на примерах сферу ну и вырежем там в каком-то месте вот какой-то там двумерный диск вырежем ну не сложно придумать отображение сферы с вырезанной этим диском с вырезанной такой шапочкой на себя которая меняет направление на вот этой граничной окружности например можно взять такую симметрию относительно ну если так вот отрезано симметрично то есть действительно мы взяли такую круглую настоящую сферу заданную там скажем уравнением х квадрат плюс у квадрат плюс z квадрат равно единичке взяли горизонтальную плоскость вот так вот отрезали тогда если взять симметрию относительно плоскости содержащего z то есть считая что у меня на оси z центр этого диска находится ну вот не сложно понять что сфера отобразится в себя граничная окружность тоже ориентация на ней поменяется ну там для тора если как-то его соответствующим образом расположить ну тоже симметрично вот как вот такую поверхность бублика возьму или там поверхность вращения что взяли окружность ну вот можно так представлять себе что взяли окружность и начали вращать ее вокруг некоторые оси лежащие в той же плоскости что и лежала окружность ну получится такая вот не просто какая-то поверхность гомеоморфная тору а прямо вот такая симметричная хорошая поверхность у которой скажем горизонтальная плоскость будет очень симметрия если я здесь вот так вот отрежу тоже такую часть симметричную то в общем если отрезаемая часть тоже будет симметрична относительно плоскости симметрии этого тора то понятно что при симметрии тор придет в себя направление на этой граничной окружности поменяется ну вот утверждается что так можно сделать для любой двумерной поверхности вот я не говорю что это хорошая идея все их так располагать в трехмерном пространстве там симметричном но это пока не для каких-то поверхностей вот можно понять что из таких картинок это ну или использовать теорему классификации и вот глядя на склейки этих многоугольников можно на самом многоугольнике попытаться задать вот этот самый гомеморфизм вот ну и вот еще раз повторю что это такое свойство двумерных многообразий в многомерном случае вот аналога этого утверждения вообще говоря нет так ну вот операцию я определил и дальше я обещал переформулировать на вот языке вот таком с помощью этой операции теорему классификации ну давайте ну давайте сначала да просто формулирую да это утверждение тоже тут можно где-то написать что оно там без доказательства я его не доказывал вот что операция связанная с суммой корректно определена теорема я вот скобочкой напишу так вот переформулировка теоремы классификации вот этой классификации ну тут уже поскольку теорем не стал выписывать все слова которые были здесь давайте напишу любое любое связанное компактное двумерное многообразие гомеоморфно гомеоморфно ну одному из следующих можно так написать с2 это совершенно отдельный случай но вот эти серии оказывается можно написать так что это связанная сумма торов вот в количестве н штук или связанная сумма проективных пускостей вот да ну я как-то это не отметил здесь конечно эта операция распространяется на большее число слагаемых как бы этой связанной суммы то есть можем взять если мы рассматриваем вот такую вот запись что связанная сумма m1 с m2 с m3 то можем взять сначала связанную сумму m1 с m2 а потом то что получится взять связанную сумму с m3 ну и более того операция будет как говорят ассоциативна поэтому скобочки можно не писать ну и в общем ровно в таком смысле здесь надо понимать вот эти записи что берем один тор потом связанную сумму с другим тором потом связанную сумму того что с третьим тором и так далее ну и здесь то же самое только для проективных пускостей так ну во первых ну давайте это докажем я написал что это переформулировка можем сказать там следствие то есть в общем это действительно основная работа уже была проведена при доказательстве теоремы это мы сейчас просто описываем другой язык фактически сейчас давайте поясню как вот в такой формулировке теорема следует и стоит то есть естественно что соответствие вот вот такое как я нарисовал сейчас то есть вот эта вот серия состоит из ориентированных многообразий вот эта серия из неориентированных многообразий ну и сфера как бы отдельно но отмечу также что такое замечание практически очевидное из определения что если я беру связанную сумму какого-то любого двумерного многообразия из сферы то получится опять то же самое двумерное многообразие ну действительно какое бы оно ни было там сложное если я беру вырезаю здесь диск и со сферой то же самое делаю вот вырезаю здесь диск и то что осталось приклеиваю по границе сюда то поскольку когда из сферы вырежу диск то останется как раз часть тоже гомеоморфно двумерного диска то я его сюда обратно и приклею ну в общем при взятии связанной суммы многообразия со сферой ничего не меняется ну поэтому в принципе это неважно можно может быть так даже более красивая формировка получится я могу приписать эту сферу например вот сюда ну и написать что там n больше либо равно нуля ну а здесь соответственно м а я это не написал пусть быть м штук м больше либо равно единиц вот тогда как бы ну там сфера как бы из списка пропала но в общем здесь написаны две серии ориентируемые многообразия и неориентируемые при n равном нулю просто сфера дальше при n равном единице это будет тор вот всего этого замечания ну и так далее ну а вот эта серия стоит из неориентируемых многообразий вот значит почему это так ну давайте посмотрим на процесс взятия связанной суммы для многообразий представленных в виде склейки многоугольников ну давайте на примере сначала ну фактически доказательство доказательство это теорема или сведение к этому случаю ну давайте сначала пример просто да возьмем один тор склеенный из квадратика и второй тор ну точно так же склеенный из другого квадратика сейчас да b2 b2 вот это тор это тоже тор я хочу теперь получить связанную сумму двух тор ну поскольку вот я стер утверждение которое говорилось что нам все равно где вырезать диск давайте я вырежу здесь как будто в том месте где мне удобно на этой картинке вот так вот а здесь тоже вырежу диск вот так тогда вот вот после вырезания во что превратится я просто вырежу вот эту часть значит у меня получится вот такой пунктиром я отмечу границу которая получилась после вырезания диска но вот здесь остались стороны которые еще надо склеить вот ну и здесь то же самое два вот а теперь чтобы взять связанную сумму надо границы полученных дырок тоже склеить то есть фактически вот можно пометить в соответствии с нашими соглашениями как мы задаем склейку на рисунке сказать что здесь какая-то там вкц и надо по границе склеить причем там все равно в какую сторону стрелочку направлять вот но когда мы это склеим то что мы получим ну мы получим же вот тут получился ну как бы пятиугольник одна сторона возникла из-за разреза здесь тоже пятиугольник когда мы их склеим по стороне получится такой восьмиугольник ну если то почему мы склеили вот как-то так вот обозначить значит у которого стороны помечены вот такими буквами и стрелками A1 B1 здесь опять A1 B1 это вот эта часть вот ну и вторая половина это вот эта часть значит здесь дальше когда мы склеили получилось A2 B2 A2 B2 ну иными словами значит вот этот тор у нас был задан в виде склейки вот этого квадратика этот тор был задан в виде склейки этого квадратика а связанная сумма получается как результат склейки вот такого восьмиугольника по границе в соответствии с этими буквами стрелками если смотреть на уровне слов то здесь было слово A1 B1 A1 минус 1 B1 минус 1 здесь было слово A2 B2 ну то есть начинать с этой точки и идти по часовой стрелке здесь точно так же A2 минус 1 B2 минус 1 вот а после склейки мы получаем слово которое получается из этих двух слов просто приписыванием одного к другому вот то есть получается слово A1 B1 A1 минус 1 B1 минус 1 A2 B2 A2 минус 1 B2 минус 1 вот ну я написал что это просто пример но я могу нарисовать точно такие же картинки для произвольных двух слов видно что если у нас есть ну не буду так подробно это делать но просто поясню что получается все то же самое значит если у нас есть один какой-то многоугольник в котором начиная с данной вершины мы выписываем какое-то слово не знаю W1 это слово там какое-то АИТ БИТ ну и так далее и второй многоугольник из которого мы склеиваем вторую поверхность и тоже вот начиная с этой вершины выписываем какое-то слово там W2 которое тоже там из каких-то букв стоит ЦИТ Д ЖИТ ну и так далее тоже может быть КТ не важно вот то вырезая вот таким образом диски и склеивая потом по границе получившихся разрезов мы получим что многообразие которое будет соответствовать связанной сумме М1 и М2 будет задаваться словом ну равно здесь может не очень хорошо говорить в общем как задается словом которое получается просто приписыванием слова W1 ну приписыванием к слову W1 слово W2 вот то есть операция связанная сумма на языке вот этих слов она выглядит просто как приписывание одного слова к другому ну тогда глядя вот на эти серии видно что тут как раз значит в этой серии у нас слово состоит из таких четверок каждая из которых задает тор а здесь слово состоит из вот таких пар буквок каждая из которых напомню задает как раз проективную плоскость действительно вот такая вот склейка А1 допустим А1 вот такое многообразие это и есть проективная плоскость то есть на этом мы уже обсуждали ну и вот точно так же как и в этом примере с торами если у нас есть два таких слова А2 А2 и мы хотим взять связанную сумму вот этого многообразия этого то мы вырезаем здесь диск вырезаем здесь диск склеиваем получаем многообразие задает с чести словом А1 А1 А2 А2 Ну и так далее то есть в общем в общем доказательство как бы это утверждение или сведение его к вот этому утверждению заключается в том что в том замечании что вот при операции связанной суммы двумерных многообразий заданных склейкой многоугольников по некоторым словам получается многообразие которое тоже задается склейкой многоугольника по слову полученному просто вот соединением приписыванием одного слова к другому вот поэтому действительно получается из этой серии получается вот эта серия из этой серии получается вот эта серия ну еще вот как бы на таком языке на языке связанных сумм можно пояснить некие названия которые принято приписывать вот этим многообразием вот из тех серий которые получили значит смотрите взятие связанной суммы со сферой вообще не меняет многообразие это мы уже обсудили что произойдет при взятии связанной суммы с тором вот ну например если у нас была сфера был тор и вот мы берем связанную сумму значит мы должны вырезать здесь диск какой-то здесь вырезать какой-то диск ну и вот да это тор ну и в результате получится что-то такое если рисовать картинку то ну вот вот он тор как бы склеенный со сферой ну тут это просто как бы следы склейки никаких их можно стереть вот получается вот такое многообразие ну и вот этот процесс взятие связанной суммы с тором обычно называют приклейкой ручки если я буду брать связанную сумму еще с одним тором то ну неважно где ее рисовать можно считать что вот здесь приклеили еще одну ручку или здесь приклеили еще одну ручку мы уже договорились что нам все равно где их приклеивать но значит название вот для многообразий вот этой серии это сфера сфера с что там N у меня было с N ручками ну это просто название но действительно вот можно представлять себе как сферу к которой приклеили N штук ручек вот как раз это и есть операция взятия связанной суммы с каждая ручка это операция взятия связанной суммы с тором вот в общем это просто название ну и аналогично для второй серии давайте посмотрим что происходит при взятии связанной суммы с проективной плоскостью да ну я как-то вот здесь не сказал тут мы как бы к сфере действительно приклеивали ручками ручки вообще если у нас было какое-то многообразие M то взятие связанной суммы с тором собственно и называется приклейкой ручки то есть можем приклеивать ручку к какому-то там уже сложному многообразию все равно это операция взятие связанной суммы его с тором называется приклейкой ручки ну вот поскольку здесь вот в этой серии мы к сфере приклеиваем как раз N ручек то то что получится называется сфера с N ручками во второй серии как процесс так сказать более наглядно происходит надо понять что происходит при взятии связанной суммы с проективной плоскостью но опять давайте со сферы начну хотя можно опять с любого многообразия пусть у нас есть сфера и есть проективная плоскость ну тут не знаю как ее нарисовать вот сфера сферу все хорошо представляют а проективная плоскость но одна из моделей была такая что это такой двумерный диск замк с границей у которого отразительны диаметральные предположенные точки на границе вот то есть мы берем вот такой двумерный диск обычный вот тут такая сфера нарисована а это диск и мы считаем что точки все каждая пара диаметральных предположенных точек она склеена ну собственно это соответствует вот той картинке значит когда мы склеиваем границу такого двоугольника можно вот так более симметрично вот так нарисовать так вот мы чтобы взять связанную сумму с проективной плоскостью мы должны вырезать диск где-то здесь из сферы и вырезать диск из проективной плоскости ну вот давайте я это сделаю таким тоже симметричным хорошим образом чтобы была красивая картинка во-первых я рассмотрю вот такую вот полоску опять можно считать что это окрестность вот такой диаметра вот этого диска соединяющего как раз диаметральные предположенные точки ну вот заштрихованная полоска сейчас в РП2 это лист мебиуса это тоже легко понять потому что ну это действительно такая полоска но у которой края склеены причем склеены они так что склеиваются как раз диаметральные предположенные точки то есть если я выберу скажем на границе вот этой полоске вот здесь какое-то направление то склеивать с этой границы надо так с этой частью границы надо так чтобы вот эта стрелочка совпала с этой стрелочкой в общем это вот лист То есть, можно сказать, что вот эта проективная плоскость, есть объединение листа мебиуса, с тем, что осталось. Что тут осталось? Осталось два таких полудеска, но которые тоже надо еще склеить, на самом деле, вот эту часть границы, можно пометить буквы B, вот здесь оставшаяся часть границы, помещаем буквы B, и мне надо просто склеить вот этот полудиск и этот полудиск по таким дугам, помеченным буквой B. Ну, что это такое? Это просто один полудиск, B, я нарисую их по-другому, другой полудиск, здесь тоже B. Вот, если мы тут склеим, мы получим просто диск. Ну, в общем, так и напишу здесь. То есть, в общем, если я вырежу из проективной плоскости диск, то останется лист мебиуса. Ну, или наоборот, если вырежу из проективной плоскости лист мебиуса, останется диск, иными словами, значит, можно разрезать проективную плоскость, вот такой вот кривой, давайте сейчас, это замкнутая кривая, вот я проведу вот такой разрез, вот так вот, так, а потом эта точка, поскольку она склеивает с этой, вот дальше проведу этот разрез, теперь эта точка совпала с этой. То есть, такая вот замкнутая кривая, если я по ней, вот нарисована сейчас таким рыжим цветом, эта замкнутая кривая разрезает проективную плоскость на диск и лист мебиуса. Ну, теперь, возвращаясь к операции связанной суммы, что мы должны сделать? Мы должны вырезать какой-то диск из этой проективной плоскости, и то, что осталось, по границе приклеить к получившейся границе дырки на сфере. Ну, вот, эту операцию, как бы, вот, ее трудно, так сказать, изобразить, как-то, без самопересечения, сюда называют приклейкой или вклейкой листа мебиуса. Вот, как бы, операция взятия связанной суммы, да, это вклейка, вклейка листа мебиуса. Ну, это не новая операция, просто так получается, что операция взятия связанной суммы с проективной плоскостью, это вклейка листа мебиуса. Ну, действительно, здесь я вот рисовал сферу, но если это было какое-то многообразие другое, то все равно, значит, взятие связанной суммы этого многообразия с проективной плоскостью получается так, что надо вырезать какой-то диск в этом многообразии М и приклеить сюда лист мебиуса. Значит, как приклеить, ну, вот, у нас вот лист мебиуса, вот, так, более наглядно если вырисовать, как такую ленточку перекрученную в трехмерном пространстве, то граница у листа мебиуса это окружность. Вот, у кольца граница состоит из двух окружностей, а у листа мебиуса из одной окружности. Ну, и вот, вот эта окружность, которая получилась как граница вырезанного диска в многообразии М, и вот эта окружность, которая есть граничная окружность листа мебиуса, вот они склеиваются, ну, можно вести там параметры на этой окружности, параметры на этой окружности, так, чтобы они менялись на одном и том же отрезке, просто по равенству параметров вот, склеить. Вот, поэтому взятие связанной суммы с проективной плоскостью, вот, естественно, назвать вклейкой листа мебиуса, ну, и поэтому тут я какую-то вот такую наглядную картинку нарисовать не могу, потому что, ну, лист мебиуса еще как-то в трехмерном пространстве нарисовать можно, но уже проективную плоскость, без самопересечений нарисовать нельзя, но тем более, когда там несколько слагаемых в такой сумме, ну, как-то условно можно изобразить так, что вот многообразие вот из второй серии, вот, это вот сфера, в которую мы как-то там вклеили вот эти вот получившиеся, взяли сколько-то дырок и туда вклеили, туда листы мебиуса, то есть многообразие из второй серии называется сфера, ну, говорят, с пленками или с листами мебиуса, пленками мебиуса. Вот, ну, в общем, последнее, то, что было, это просто вот, как бы, описание вот этих многообразий уже на таком, совсем таком наглядном, что ли, уровне, вот здесь это в виде формальной операции взятия связанной суммы, а вот то, что получается, вот сфера, в общем, любое двумерное, компактное, связанное многообразие, оно ганоморфно либо в сфере с Н-ручками, либо в сфере с М-пленками мебиуса. Это, опять же, просто другими словами сказана та теорема, которую мы доказывали, теорема классификации. Так, ну, и, может быть, в заключение давайте еще пару задач про операцию связанной суммы сформулирую. Для, как бы, рассуждения здесь вот и описания многообразия нам это не понадобилось, но полезно, наверное, понять, как вот те две основные характеристики, которые мы описали для двумерных многообразий, а именно Эллеров характеристика и ориентированность. То есть, Эллеров характеристика – это целое число какое-то, а свойства ориентированности – это такой вот, как бы, либо плюс, либо минус, то есть ориентированное, нериентированное, 0,1, то есть двузначное такое, как бы, свойство. Вот. Как они себя ведут при операции взятия связанной суммы? Одна задача, допустим, про связанную сумму. Напишу, что если мы хотим понять, чему равна Эллеров характеристика, того, что получится при взятии связанной суммы многообразия М1 и М2? Ну, утверждается, что, ну, это почти, как бы, сумма Эллеров характеристик, ну, еще двоечку надо вычесть. Вот. Ну, если определить Эллеров характеристику на 2 меньше, то тогда была бы просто сумма. Вот, ну, неважно. Вот такое свойство, то есть, вот, оно... То есть, я сказал, что нам не понадобилось ничего там для... Вот, задачи, которые я сейчас хочу сформулировать для описания этих многообразий, но, в принципе, имея эту формулу, конечно, легко понять, что Эллеров характеристика многообразий... Чему равна, в общем, Эллеров характеристика многообразий в этой серии и в этой серии? Ну, для этого достаточно понять, чему равна Эллеров характеристика Тора. Для сферы это 2, для Тора 0. Ну, значит, каждый раз по этой формуле у нас вычитается двойка. Ну, получается, что вот здесь действительно будет 2 минус 2n. То есть, для каждого, для каждой четверки вычитается двойка. Ну, а здесь как раз, да, Эллеров характеристика проективной плоскости равна единичке. Вот, ну, и тоже по этой формуле легко понять, что, когда мы берем связанную сумму с проективной плоскостью, то все время добавляется единичка, вычитается двойка, значит, вычитается единичка. Ну, поэтому здесь получается Эллеров характеристика в этой серии 2 минус m. То есть, минус столько раз единичка, сколько мы вклеили пленок Мербиус или взяли связанные суммы с проективной плоскостью. Ну, я здесь как-то это не написал. Здесь при желании, просто так было удобно, что здесь ориентируемые многообразия, здесь неориентируемые. В принципе, ничего не изменится, если я здесь тоже вот так вот напишу. Ну, еще сферу, ну, это вот, может быть, такой запоздавый комментарий вот к этому названию, что действительно мы можем считать, что мы начинаем не с проективной плоскости, а тоже со сферы. Вот это многообразие и это многообразие, они гомеоморфно, у меня тут сохранилось даже это замечание. Вот, поэтому действительно мы можем считать, что мы начали со сферы, а затем стали туда вклеивать пленки Мербиус. Так, ну, это правильная характеристика, и аналогично давайте посмотрим, что происходит при взятии связанной суммы с ориентируемостью. Ну, какие варианты? У нас вот два слагаемых, либо они оба ориентируемые, либо оба неориентируемые, либо одно ориентируемое, другое неориентируемое. Ну, как-нибудь я так напишу, ну, я думаю, понятная запись будет условная, что вот если я беру ориентируемое многообразие, и беру связанную сумму, ну, какой-нибудь сейчас, где-нибудь в другом месте напишу, вот М1 ориентируемое, да, и М2 тоже ориентируемое, то получу какое-то многообразие М, которое будет ориентируемым. Это первое утверждение. Второе, что если я беру М1 неориентируемое, ну, напишу даже вот так, а М2 не важно какое, то полученное многообразие М будет неориентируемое. Ну, в общем, вот я поленился писать словами, значит, произнесу их просто, что вообще, если мы берем связанную сумму ориентируемых многообразий, то получаем ориентируемое. А если хотя бы одно из слагаемых связанной суммы неориентируемое, то результат будет неориентированным. Ну, это тоже, на самом деле, ну, как и это простое утверждение, это простое утверждение. Например, здесь можно по-разному это доказывать, можно и там через треангуляцию, можно, например, воспользоваться той задачкой, которая уже была, что многообразие неориентируемое тогда и только тогда, когда оно содержит лист Мебиуса. Ну, тогда вроде бы понятно, что если у нас есть в этом многообразии где-то там есть лист Мебиуса, от того, что мы взяли его связанную сумму с другим многообразием каким-то, ну, этот лист Мебиуса никуда не денется, значит, он останется неориентированным. Ну, это как бы почти доказал второй пункт. Так, ну, это, наверное, все, что в курсе хотелось бы сказать про двумерное многообразие. Это на этом все на сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok